Письмо президента стало неожиданным подарком для жительницы Абакана в ее день рождения. Надежда Григорьевна Антипина сегодня отмечает юбилей. Ветерану войны исполнилось 95 лет. Поздравить именинницу отправились и наши корреспонденты. Здоровья, нашему министерству, Надежда Григорьевна, спасибо. С вами здоровья. Спасибо, здоровья. С самого утра к Надежде Григорьевне спешат гости. Сегодня есть повод. У хозяйки юбилей 95 лет. Особое поздравление доставили специалисты соцподдержки Абакана. Письмо от Владимира Путина. От души поздравляю вас с юбилеем. Ваш трудовой жизненный путь, любовь к родине и вера в правое дело всегда будут служить примером для молодежи. Для всех нас. Желаю вам здоровья и бодрости, президент Российской Федерации Владимир Путина. Письмо у меня всегда на столе. Я на столе несколько раз прочитаю. И кто придет, почитает. Надежда Григорьевна человек общительный. Она всегда рада гостям. И несмотря на то, что день рождения отмечает уже 95-й раз, удивляется каждому подарку. Будь то цветы, торт или памятные сувениры. Небольшой презент своей постоянной телезрительницы захватили и мы. Про свой почтенный возраст именинница говорит с юмором и старается вспоминать только хорошие моменты. Особенно, если речь идет о страшных военных годах. Надежда Антипина собралась на фронт, как только получила паспорт. Совсем юную, худенькую девчонку отказывались принимать. Ведь ей было всего 16 лет. Но помогло образование. Надежда закончила фельдшеско-акушерскую школу, а медсестер катастрофически не хватало. Поэтому ее и еще одну девушку отправили в Ленинградскую область, а потом в польский город Познань. У меня аберридентные туфельки были, я запнулась и подошва оторвалась. Ну, я нашла какую-то на мусорке тряпку, подвязала, и так хожу. А за мной, оказывается, больные наблюдали. Начальнику госпиталя пожаловались. Чего же это у вас сотрудники ходят босиком по снегу? Вызву меня в начале госпиталя. Отругала, почему не сказала? А я говорю, я не собиралась никому говорить. В 1946 году Надежда вернулась в Абакан. Больше 40 лет она проработала медсестрой. Надежного и опытного сотрудника еще долго не отпускали, даже когда наступил пенсионный возраст. Потому что все знали секрет жизнелюбия Надежды Григорьевны. Уметь, а главное, любить трудиться. На дачу еще ездите до сих пор? Конечно. А без этого плохо. Вот сейчас зима настала, я как не в своей тарелке. Сейчас по хозяйству помогают внуки и соцработник. Под руководством боевой Надежды Григорьевны наводят чистоту в доме, закупают продукты. Светлана познакомилась с ветераном три года назад. Говорит, сегодня они уже как родные. Поэтому в день рождения пришла вне графика, чтобы поздравить свою любимую подопечную. Ну что бы вы пожелали ей? Долгих лет жизни. Куда еще? Ну как, все советовали до ста, до ста и будем жить? Ладно, договорились, до ста. Мария Добрынина, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.